Добрый день! Я ждал этого давно, и это случилось. Первый магнитный Gigaminx Galaxy Gigaminx M от компании Diancheng. Старый логотип, новый логотип, специализируется на магических кубах 35 лет, очень может быть. Коробочка поменьше, чем от 8 на 8, 9 на 9, 11 на 11 магнитных биф-кубов, но здесь и нет бокса. Сама коробочка размером с бокс от 9 на 9. Открываем. Сейчас здесь техническая информация, что вдруг кому нужна. Мешочек. И внутри инструкция. Сидел там очень плотно, но я все-таки достал. Смотрим, что здесь. Ну и здесь советы по сборке Gigaminx. Вдруг кто-то не умеет собирать. И обещания. Вот это, наверное, интересно. Мы здесь видим мастер Kilaminx. Очень бы хотел Gigaminx тот, что сейчас посмотрим. Элитный Kilaminx. Тираминx. Роял Kilaminx. И Питаминx. Из всех вот этих, у меня не магнитной версии, а есть кроме вот этого. Восьмислойного Kilaminx. И кто-то тут секретный. Какой-нибудь Yota Minx, быть может. Но пока мы увидели только Gigaminx. И это уже неплохо. Серия Galaxy. Тут тоже самое, как по-китайски. Тут по-английски. Но вот это вот многообещающие. Конечно, планы есть. Если посмотреть на четные модели, это просто рендера. И пока не похоже, что они будут вращаться. Мешочек. Такой же, как и у бих кубов. Открываем. Наверное, самый маленький размер. Брендированный. И внутри Gigaminx. Не помню, был ли он в пленочке. Но вроде бы даже и нет. Мешок с бусинкой. Сам Gigaminx. Я только один вариант видел. Это с таким цветным пластиком внутри. Напомню, что кубы были из-за неокрашенного и из черного внутри. Девяточка. Кстати, бокса, как вы видите, в комплекте не было. Да и бокс для Gigaminx. В этот он не помещается. Сравним. Здесь вот пластик неокрашенный. Но что общего у кубов и Gigaminx? Это вот эта вот небольшая выдавленность на ребрах. Она видна на камере. Чтобы удобнее было хвататься. Но здесь на Gigaminx тоже такое есть. Помогает, конечно, быть может не так сильно, как хотелось бы. Но фишка такая есть. Центр тоже немножко выдавлен. Ну и цветовая схема похожа. Но понятно, что на додекаэдре цветов больше. Вот так вот синий похож. Белый, красный. Кстати, зеленый отличается. Видимо, потому что здесь зеленых два. Да и синий вроде тоже чуть потемнее. Но это не суть важна. Сам Gigaminx, естественно, магнитный. Магниты хорошо чувствуются. И голову неплохо вращается. У меня здесь для сравнения стоят еще два Gigaminx. Один мертворожденный от MF-8. Хорошая модель от Seng So. И вот Dian Sheng. Если MF-8 и Seng So, или Seng So, как ранее, они примерно одного размера и форм-фактора, то Dian Sheng значительно меньше. Если измерить линейкой, то где-то 35-36 миллиметров это ребро. Когда у того же Seng So, это миллиметров 40. Но в глаза бросается и высота действительно разная. Естественно, это цветной пластик. И одно еще значительное отличие. У MF-8 и Seng So, это среднее ребро, такое, как два треугольничка, уходящие в точку. Здесь же среднее ребро, полноценный элемент. Сейчас раздвинем. Вот оно. Крупный, как и смежный с ним. Тут главное отличие физическое. Пару слов о старых Gigaminx. Сенксо очень хороший. По сравнению с MF-8 замечательный. Но сейчас, покрутив Dian Sheng, он, конечно, уже уходит в прошлое. У меня есть вся линейка от Seng So, кроме 8х8. Как я уже говорил, Dian Sheng их, наверное, постепенно будет вытеснять. Не знаю, как быстро. Но Seng So останется в памяти моей. Ну, MF-8, это очень тугие ДДК ядры. Мастер киломинкс. Вообще, элементы вылетают постоянно. Ну, эта моделька еще более-менее вращается. Конечно, гораздо ту же, чем Seng So. Ну, хотя и собирал я ее мало. Ну, и MF-8 стоит сильно дороже Seng So. Кроме, стоило, когда это было актуально. Сейчас не знаю, можно ли вообще купить. Dian Sheng. Конечно, не очень дешево стоит. Но он стоит своих денег. Я специально не покупал экземпляр от Yuxin. Gigaminx такой недавно вышел. Потому что ждал магнитный. Так как покупать не магнитный биф-кубы, по крайней мере, из тех, что существует, уже смысла нет. Ну, и биф-додекаэдры постепенно тоже появляются. Цвета, конечно, стандартные. Есть серый. Хотелось бы черный. Но собирать на скорость можно. Я не особо быстро собираю, конечно, Gigaminx. Давно его не собирал. Но несколько сборочек сделал. Пока я перемешиваю. Заодно и посмотрим, как вращается. Есть какие-то нюансы, которые можно отметить негативные. Но, естественно, плюсы пересиливают. То, что он магнитный, конечно, дает ему большое преимущество. Вот какой-то произошел локап. Что я неаккуратно вращал. И сейчас я попробую вернуть это на место. Откуда у меня элемент выпрыгнул? А, вот этот. Невероятно, это дело чересчур аккуратно, но все вернулось на место. Лучше перемешивать все-таки вот так. Не грубить додекаэдру в возможной локапы. Ну, вроде справился без рассыпания. Первый раз встретилось. А собрал уже раз 5-6. Просто все-таки он многослойный. Вращать нужно аккуратно. Это не Megaminx. В любом случае, даже несмотря на такой локап, это лучший гигаминкс из тех, что сейчас есть. Я, конечно, не сравнивал с Юксином. Говорят, он неплох, но не очень далеко ушел от Сенксу. Могу ошибаться, владельцы Юксина поправьте. Но вращение этого гигаминкса очень комфортное. И оно, наверное, приятнее, чем тот же 8х8 и 9х9. Элементов здесь все-таки меньше. У меня нет опыта вращения 6х6 и 7х7 Дианшенк. Так бы я сравнил. Это отличный гигаминкс. Для тех, кому не хочет смотреть долгое видео, можно на этом просмотр заканчивать. Хотите магнитный гигаминкс, вот он, пожалуйста. Действительно работает. И он очень хорош, комфортный. Я первый сборок 5 даже не смазывал. Сейчас недавно смазывал, но эффект пока не сильно ощущается. Иногда при вращении, как раз из-за того, что есть магниты, можно, вращая на верхний слой, зацепить еще второй. Они вращаются очень мягко. Вращаем один и случайно второй. Все-таки элементы сами стали меньше на гигаминксе. И на том же сэнксо потуже ходят грани. Чтобы провернуть два слоя, надо прикладывать гораздо больше усилий. Здесь же один слой, два слоя. Но я думаю, это притрется и с хорошими, уверенными движениями проблемой не станет. В общем, вывод отличный гигаминкс. А для тех, кому интересно, я могу сейчас показать пример сборки. Мне давно просят сделать обучающее видео на гигаминкс, но начинать надо с киломинкса, потом мастер киломинкс, поэтому до гигаминкса дойдет не скоро. А пример сборки показать можно. Начнем с белого центра. Ставим такие пару элементов. Собираем что-нибудь еще. Я буду не особо быстро собирать, как умею, но приближенно к тому, как бы я собирал сам, индивидуально. Так, вот здесь детальки. Захватим их сюда поближе. Так, сюда не хватает еще такой палочки. Еще одна полосочка белая нужна. Один элемент, второй элемент. И где-то должен быть третий, третий, третий. Ну, конечно, нужно просчитывать. Так, поближе поставим. Сюда, сюда. Ну, и тут соберем, наверное, видите. Так, белый центр есть. Следующий можно собрать синий. Всякие доступные элементы уже есть. Ну, а сейчас я случайно два подвинул. Так. Еще здесь. Сначала собираем первые несколько центров. Потом будем кое-какие ребра. Главное не разрушить то, что уже собрано. Два центра есть. Красный на очереди. Так. Пока здесь не собрано, можно двигаться свободнее. Три центра. Зеленый. Так. Нужно еще. Раза побольше полосочку сделаем и отдельно двойную соберем. Так, переборщил. Белый, синий, красный, зеленый. Цвета запоминать не нужно. Центры здесь стоят на своих местах. Не перемещаются. Поэтому собрать-то можно и в любом порядке. Просто я привык собирать в таком. Так. Так. Еще одна полоска фиолетовая. Соберем ее тут. Все цело. Так. Дальше. Желтый. Так. 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 Вот я собрал первые, получается, сколько? Шесть центров. И начинаю собирать усы креста. Ну, с белым цветом. Какой-то желтый элемент. Я вот два синих есть. Но вот желтый нашелся раньше. Объединяем. И за счет вот этих несобранных центров мы их свободно можем собирать. Ищем третий бело-желтый. Вот он. Ставим рядом. И отправляем на место. Дальше. Здесь очень яркие цвета. Вполне комфортно это все искать. Этот средний элемент можем разворачивать той или иной стороной. А элемент, который подводим, всегда должен быть сверху. Вот так вот он плохо подошел. Значит, центр нужно развернуть. Вот центральное ребро. Как только соединили, мы только сверху можем доставить. Иначе переворачиваем. Еще один фиолетовый. Вот нашелся. Это ни в коем случае не обучающее видео. Так что это... Если кому-то быстро, то в другой раз будет помедленнее. Так, два зеленых вижу. Два синих вижу. Еще какие-нибудь... Вот еще один зеленый. Ну, соберу зеленый сначала. А здесь, в отличие от 5 на 5, нельзя поставить так и вот так. Удобно. Мы это будем делать дальше. Но на сборке креста это не очень эффективно. Того синие-то мы соберем сегодня или нет? Два синих. Третий синий. Еще один. Но сразу подмечаем здесь красных несколько. Вот собрали на звезду. Хотя у нас тут еще все перемешано. Собираем пары вот эти. Ну, опять синие-желтые. Два собрали. Третий ищем. Синий-желтый. Ну, уголок нам тоже пригодится. Просто его пока поближе поставим. И в туэл. Сразу загоняем на свое место. Готово. Дальше. Тут красно-зеленый вижу. Еще один красно-зеленый. И вот у нас средняя часть. Так. Разворачиваем. Вставляем сюда вот остающиеся, оставшиеся. Так. Готова пара. Зелено-фиолетовых вижу. Два. Три. Не той стороной. Подводим с другой стороны. Переворачиваем. Еще один зелено-фиолетовый. Соединяем. Так. И кто его? Дальше. Дальше. Ну, вот фиолетово-желтый здесь где-то спрятался. Еще один. Еще один. Соединили два. Развернули. Поставили третий. Ищем уголок. Уголок здесь. Объединяем в пару. И пар отправляем на свое место. Ну, осталось что. Сине-красная пара. Уголок. Одно ребро. Сразу поднимем наверх. Еще одно. Так. Вот эти вот соединятся. Перевернем. Соединим. Так. И... Вот у нас получилось первые. Ну, как бы два слоя на Мегаминксе. Здесь их чуть больше. Так. Дальше. Я пробовал разные техники. Но на более крупных додекайдрах имеет смысл собрать центр без верхней полоски. Ну, на Мегаминксе можно собрать целиком. Так даже быстрее получается. Поэтому собираем центры. Но уже с возвратными, естественно, движениями все. Почти все. Самое первое можно посвободнее собирать. Так. Ага. Это еще не все. Первый готов. Дальше. Оранжевый. Иногда чувствуется, что магнитики хватает элементы и не дают их забрать. Ну, это тоже, думаю, притрется со временем. Так. Собирай Гигаминкс. Вот когда ты СНКСО собирал минут за 20, можно, конечно, быстрее тренироваться. Но даже вот не спеша Гигаминкс от... Диан Шенга на нескольких минут быстрее точно собирается, если не отвлекаться. Так, светло-зеленый готов. Мне остается три центра. Соберем немножко розовую. Вот как в 5 на 5 центры собираются. Похожий принцип. Так. А так. И вот. Центры все готовы. Осталось собрать оставшиеся ребра. Ну, имеется в виду по три. И потом уже надо собрать как Мегаминкс. Здесь тоже разными техниками, включая фрислайс, пробовал выполнять. На Мастер Гигаминксе фрислайс еще кое-как полезен. А на Гигаминксе удобнее вот так. Собираем ребро, заменяем. И восстанавливаем центры. А вот. Синие-розовое. Ставим одно. К нему подгоняем еще одно, чтобы собрать сразу три. Его только нужно найти. Раз, два. Второе спряталось. А. Она спряталась, как обычно, на видном месте. Так, не той стороной. Вот так. И вот они. На удобных позициях. Не обязательно здесь могут где-то снизу быть. Объединяем. Заменяем на несобранное. И восстанавливаем. Я заметил здесь два готовых. К ним нужно третье бежево-красное. Она находится здесь поблизости. Объединяем. Вот такие вот лучше разбивать. К ним среднее не подставишь на Гигаминксе. Поэтому вот. Но зато мы их теперь оба знаем. Можно бежево-зеленое среднее ребро. поискать. А оно вот тут вот. Да. И уже собирать из этих. Можно поставить так. Нет. И вот так. Два этих пойдут сюда. Ребро. Заменяем. И восстанавливаем. Дальше. Ну и просто подряд собираем. Все, что нравится. Вот. Салатово-зеленое. Нет. Салатово-розовое. И еще одно такое. Вижу два голубых с серым. Такое нужно среднее. Оно здесь. Я вот так вот разверну. И это пойдет снизу сюда. А это вот так вот. Объедним с двух разных сторон. Также заменим. Не собранное. Все будет хорошо. Дальше. Вижу. Вот такие вот. Нужно третье. Третье вот здесь. И опять. Раз. Продолжаем. Ну. Я вижу. Стоит пока не поставить. Поэтому. Можно сделать так. И потом уже. Доделать. Вот это. Где-то оно было. Вот так. Дальше. Вижу два вот этих. К ним среднее. Вот среднее. Одно. Второе. Ну. Если вот немножко пособирать. Они будут сразу уже в глаза бросаться. Зелено-оранжевые. Фиолетово-оранжевые. Наверное. Удобнее вот так будет сделать. И здесь. Вот так вот подвернем. Чтобы вот так они собрались. Мы видим, что с этой стороны не собранные кончились. Но зато их полно с левой. Поэтому я отведу налево. И там уже поменяю. Можно даже перехватить. Чтобы такой проблемы не случалось. Дальше. Зелено-желтые. Вот такие вот. Хорошо. Серо-бежевый. Два. И еще один. Еще один. Можно издалека вот так вот принести. Потом так же вернуть. Ведь вот интересная ситуация. Когда два стоят. Но неправильно. Да. Здесь можно через флип сделать. Надо только найти оставшееся. Вот. Нет. Вот с этой стороны. Выбиваем. Отводим в сторону. Делаем флип. Возвращаем. И ребро готово. Готово. Можно делать вот здесь так же. Тоже быстро вполне получается. Но остается совсем немного несобранных ребер. Да. Но можно еще пока пособирать. Вот это. Вот это. Вот этого я подведу поближе. Чтобы было на что менять. Вот так. Здесь вот. Можно как-то так. Вот. Теперь. Сине-оранжевый можно дособрать. И остается у нас два последних ребра. Они решаются флипом. А здесь нет такой ситуации, как на 5 на 5. Где два ребра вот плохо развернуты. И с ними ничего не сделать. Все флипами решается. Все. Ребра собраны. Дальше собираем как обычный мегаминкс. Конечно, не все фингертриксы здесь с мегаминкса работают. Да и мегаминкс я давно не собирал. Алгоритмы все, естественно, те же. Так. Вот на этапе мегаминкса иногда чувствуется, как цепляются элементики. Иногда захватывается внутренний слой. Так. Что-то не хватает. Ставим вот этот. А, вот. Потерял ребро. Нашел ребро. Так. И что у нас тут? Остается чуть-чуть. Собираем звезду. Здесь. Можно немножко упростить. Ну, глаза. Я их обычно через две рыбки решаю. Если я не ошибаюсь. Дальше. Глянда. Чуть не ошибся. И, ну, можно обычными коммутаторами переставить уголки. И вот. И геммингс собран. Определенно, это пока лучшая модель. Да, дороговато. Но, конкурентов пока нет. Если, конечно, для неспешной сборки нужен такой прибор, то Юксин, наверное, подешевле без магнитов. Но будущее все-таки за подобными головоломками. Отличный экземпляр. Ждем остальные размеры. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Продолжение следует.